Игровой канал Ивана Фолиота представляет Дорогие друзья, всем большой привет! Меня зовут Иван, вы на канале Фолиота. Это годов вар, восьмая часть моего прохождения. Мы с вами пребываем сейчас на причале, на котором в прошлой серии обнаружили одну из сокровищниц, сундуков вернее, с запертых тремя печатями. И в этой серии мы с вами продолжим выполнение основного квеста, путь, так называемый, к этой вершине, горе. Сейчас послушаем историю крапсу. Почему? Если вы продолжите перейти, я буду закончить историю. Окей, окей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... когда скорпион перевез лягушку на берегу тут ее взял и ужалил и она умерла и скорпион после этого сказал вот такое я говно это было гораздо смешнее чем то что сейчас рассказал кратус да в общем незаконченные дела мы квест дополнительно выполняли с вами прошлой серии поплавали по местным тут причаликом разглядывали посмотрели посражались немножко и в этой серии нас ждет друзья мои уже немножечко пободрее происходящее будут и сражения и боссы и кое-какие интересные сюжетные повороты ну как повороты не повороты а скажем так следование будут сюжету основному будут рассказываться все новые и новые интересные события происходимые здесь ничего здесь особо делать не надо в этом месте ты так чисто решил заглянуть посмотреть что же нам даст потому что кнопочка этого рычага была подсвечена и принципе послушали весьма интересный диалог ибо действительно не стоит в незнакомых местах дуть в дудочку не зная что случится боевые навыки от рей от рей обрел уверенность в себе теперь он будет поддерживать кратоса в бою проводя физические атаки при подходящей возможности его способности можно улучшить закладки навыки мы это уже сделали сейчас это делать необходимости нет нас встречают три драугра вот таким вот образом мы сейчас начнем избиение младенцев как говорится не сработало у меня сейчас добивался так аккуратненько отскакиваем да потому что не взрываются и может причинить нам это вред так ты зараза откуда вообще вылез идти правильно отсюда откуда вылез хорошо сейчас получилось так еще ладно нет зараза отлечивается а что ты мне расскажешь да чё-то немножко несуразно здесь все от рей добивают и я немножечко у меня немножечко не получилось сделать ну ладно отпрыгиваем я уже не увидел этот момент а вот этого товарища мы сейчас добьем после добивания почему-то кстати не взрываются они взрываются только от обычных тычек немножечко подлечимся ну корябинь конечно у меня получается битвы проводить не без урона разбойник они были простыми разбойниками на потом их испортила магия сейтр когда и почему это случилось это был вопрос но это очередной новый скажем так враг ну мы вроде встречали его раньше уже то есть они взрывались это не к веке нифига оказалось эти вещи этот язык который узнает чуть попозже поэтому давайте сейчас быстренько откроем парочку сундуков заберем не много не мало 361 рубленого серебра с одного и сколько там 332 со второго так вниз спускаться я думаю пока смысла особого нету давайте пойдем откроем ворота ничем не запечатанные кратус могущественные свои силы отворит и нас опять ожидает очередная когорта врагов вместе со змеем как интересно змееныш умудряется ладно земли ой-ой-ой-ой немножко не встал неудачно как это засранец умудряется ой как змееныш умудряется в плите каменный заныривать я не знаю но по-моему я его завалил понятным образом так а ну-ка вот так вот я сделаю прошу этого от петрушили а лечиться здесь тебе никто не разрешал и вот так еще одного добиваем красиво казня так с ну с одной вроде . да ладно нормально то красава ты прям хорошо их на себя отвлекаешь сзади запрыгивает с утра и прям просто все больше и больше меня радует и в принципе дальше он только-только будет улучшаться я думаю влиять на ход боя значительнейшим образом так вот здесь у нас кстати туда еще шкафчик один который можно открыть отры сейчас прочтет очередную легенду про местных богов святилище world serpent да даже представление не имеет больше чем миф это святилище у нас 3 из 11 уходя великана оставили святилище которые хранят их истории похоже сказки мне рассказывала мама мне они очень понравились нравились интересно сколько стичь но так это уже мы читали я думал сейчас что-то про это именно конкретное святилище при завершении 6000 засветилище 100 опыта дается неплохо неплохо так вот легенда новая добавлена мировой змей протянулся по всем водам мидгарда достаточно ли он велик чтобы справиться с тором до сих пор не могу поверить что мы с ним встречались это он про мирового змея тора то мы еще не встречали интересно вообще повстречаем ли разработчики всегда еще даже в третьей части богов то во всех их обличиях показывали не только богов так вот эти печати мы можем топором своим я думаю и не сможем в будущем пока не знаю как это будет выглядеть но не суть так вроде никаких наверху необычности я не нашел поэтому давайте двигаться дальше так в ближайшем будущем нам пути будут преграждать вот подобные я даже не знаю как это назвать то ядовитые ограждения которые замораживаются в принципе броском топора в эту тоже непонятную мне какую-то штукенцию который я тут я так понимаю источает так рубленого серебра немножечко подсобрали замораживаем очередную я не знаю какой-то на улей похоже так здесь у нас небольшая такая локация комнатка о наверху смотрите-ка смотрите-ка что висит наверху ведерко которая таит в себе наверное тоже рубленое серебро давайте спрыгнем так что у нас тут тут у нас тоже все в яде яд этот можно отсосать как говорится так и зараза здесь змееныш а на половину пора в принципе он смотрите топор его неплохо замораживает его можно и вручную либо отцемать но я специально не хочу это делать потому что кратко если начнет размахиваться своими кулачищами он обязательно вот яд угодит а яд очень пагубно действует на здоровье кратко так вот это кстати что дорожка обратно если мы вдруг решим туда подняться а мы туда еще заберемся я думаю вернемся сюда здесь немножечко территорию эту пошерстим так у нас вон там был какой-то этот самый бестиарий разбойник это мы уже видели векена тоже видели бешеного волка видели бросив топор в подкапывающего та цель ворма папа может заставить его выскочить на поверхность о как тактика прямо таки посмотрите-ка ну хорошо так вот кстати вот еще здесь сундучок запечатанный давайте попробуем его открыть что на это скажет кратко видите какая-то маска что надо для этого сделать ой смотрите Атрей может открывать ножичком своим а что здесь хранится значит и тот сундук в прошлой серии можно было открыть фрагмент шифра доступ к миру мир огня откройте мир Муспельхейма муспельхеймская тайнопись вы смотрите-ка вот такой же сундучок мы с вами не открыли в прошлой серии я уж побоялся к нему подходить а был уверен что эта печать нам еще пока не доступна с какой-то вот такой мордахой тоже маской да на нем который собственно запаяло доступ к этому сундуку твоя мать называла их нитшест нитшест она была тема которая показала мне как их удалить что? это просто смешно подумать о ней научить тебе что-то да нитшест нитшест почему-то напомнила мне созвучно со словом фисштех из вселенной кто бы мог догадаться видимо к фисштех там является наркотиком кто не знает так ну что ж вроде эту комнатку мы одолели вроде все возможное пока что собрали за исключением тех синеньких марочек печати которые нам пока не доступны но я думаю скоро уже а то можно будет предгорье область открыта карта обновлена открытая новая область это точно не дождь это не дождь это не дождь а потом еще двор извините но как вы пришли за это шарф это моя и и я не могу это я знаю это но мы не сделали это я не могу это это что работаем это чтобы так и и я бы немного не радовался, если вы сделал что-то для нее. Это была моя мама. Она оставила отца после смерти. Фейс dead? Я очень, очень рада слышать это. Она была сильная вооружа, и хорошая женщина. Хорошо, я сделаю улучшения на акции. Но никто не просил это. Ну, это правда, но... Но, понимая твоя мама... Она уничтожила, что я уничтожил этот акт вандализм, застрелившись на ее акции... ...за моего брата. Я знал, ты брата Брок. С другой половиной из брендов здесь. Красный, что твоя брата? Да. Но мои таланты очень большие. Никакая, я жюю на Фрея. Я не могу. Не забывайте его. Учтите на это. Да. Но ты... Вы можете поставить его на там... ...второй... 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 ...второй. Хорошо, тогда. Я просто... Я просто... ... ... ... ... ... Вот ладжи... ... ... ... Что это за гномов дает я пока не очень знаю, давайте с ним поболтаем Синдри, забавный гном, тоже знаменитый кузнец, но он совсем не похож на брата, он очень любит грязь и копоть Это необычно для гнома кузнеца, но он так же талантлив как и его брат, интересно почему они поссорились Как эта болячка называется, болезнь психологическая, когда люди боятся грязи Она хотела защищать людей, я думаю, что это была возможность дать мощность к кому-то, которая использовала это для хорошего Она даже говорила нашу слуху, она говорит Мадурин сем генгур, эгенвигум ханс Генгур ай Это да, это впечатляет, я вижу много ее в твоих очах, знаешь Спасибо, Синдри Не трогай мне Что? Я не знаю, я не знаю, я не верю, я верю в течение Время, где ты идешь Ни одна хорошая здесь ниже, с теми все остались, я не знаю, что я не люблю генерализировать, но в основном они просто пытаются убивать тебя Хорошая вещь Ум, я знаю, что это не мой бизнес, но если я был ты, я бы убежал эту символ, пиле на твою голову Мы говорили, что это помогает нам защищать, это не лезь? О, нет, это защищение, Стаев, все равно, но... Вы не можете сделать этот пигмент в течение пиле пиле без пиле с буреном И это действительно лучше, чем смерть? Может, немного Ну, это твоя голову Блх Забавный, чисто плюет этот гном Давайте посмотрим, в лавках появились новые камни Так, используя купленные камни воскрешения, Атрей может оживлять погибшего Кратоса Перейдите в раздел покупки, нажав правую стрелочку направо, в общем Так, камни воскрешения, существует несколько типов камня воскрешения Волшебные камни оживляющие Кратоса Ну, пользоваться можно единожды С небольшим запасом здоровья нажмите квадрат, чтобы использовать Да, это хорошие вещи После того, как Ратцы убьют, Атрей Единожды Не, 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 правда Один раз можно будет это сделать на протяжении игры, или как-то потом апгрейдится Может быть, будет собой их побольше таскать Их постоянно надо покупать в лавках вот у этих товарищей Так, смотрите-ка Вилундерская рукоятка Восстановление 6 силы плюс 2 Рукоятка искусственного воина А вот эта вот, в принципе, Вилундерская неплохая Давайте-ка ее улучшим Дает нам 2 силы и 2 защиты И у нас уже почти левел 2 наступил Так, больше мы ее пока улучшить не можем У нас не хватает ресурсов По остальным слишком чересчур Даунгрейд идет Поэтому лучше не надо Так, талисман Решительность защиты Создания А, это у меня уже талисман Этот есть Мы его можем вместе с руническими атаками нашими Если что, кто помнит, используя Он автоматически работает, когда украдцы мало жизни остаются Остается Так, а троевский лук пока не будем сейчас Так, разбой Разбойничьи обмотки Браслеты из кабани, шкура Все Фуфляндия какая-то Броня для бедер Так, а вот левиафан Кокоть, колчанку Нагрудная броня Вот Можно улучшить наплечники из кабани, шкуры Мягкая сварцы Лихвейская сталь 8 Золото Егиры 10 250 Рубленого серебра Так, хорошо Улучшились И у нас Второй уровень Уже, друзья мои Так, давайте посмотрим Броню для бедер Тоже можно улучшить Весьма-весьма Неплохими, кстати Бустами К силе и защите Обратите внимание Как-то так Уже Бодрее сейчас будет Кратко себя чувствовать В борьбе С С ворогами Посмотрим Насколько это все делает Так, а у нас только нагрудная броня И броня для бедер А как же Эти Перчаточки наши Че, неужели их нельзя Ничего с ними сделать Так Талисман Мы еще Мы еще пока не можем Улучшить так Тут много всего полезного Валяется Друзья мои Нужно Все это дело Да Прошерстить Интересно Куда этот Открывается Так Вот мне кстати Надо подлечиться Ух Хотя Возможно И вот Созгости Или От отчаяния Не важно Так А ну-ка Так Один готов Сколько Там еще осталось Еще один остался Или двое Двое Смотрите Сзади там кто-то Так Еще один Атриспам Товарищ Так Хорошо Увернулись Быстренько Давайте добиваем его Отлично И опять еще Змееныш Посмотрите Ах ты Какая Ой-ой-ой Как я неудачно Вот Сейчас Удачно Верну Так Еще Хвостом Своим Ну я ж Нажимаю Почему Не блокирует Вовремя Я хотел в самый последний момент Просто нажать Чтобы ему в ответочку бросить Так Ладно Подлечиться Раз Так Вон еще там они Я вижу камень зелененький Так Из-за змея Сейчас не получилось Запарировать С ответочкой Аккуратно 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 Осталось двое Да Сейчас получилось Ать Змееныш Выскочил ты вовремя Блин Что-то у меня он другой был Оказывается Прицел то направлен И вот так вот Разрываем его Казним Вон прям смотрите как Расслоился хорошо На две части Так Так Остался Змееныш Это хорошо Уворачиваемся И вот так вот Только я что думаю Что это в пустую сейчас я потратил Ну ладно Он Откатится у нас Рано или поздно Так Давай 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 Оп Оп Не я понимаю Когда вот они под землей В траву там Зарываются А все Скопытился товарищ Ну когда в здании В каком-то под плитой Под плитой Под плитой Под бетонный Так Каменный Так Тень Перед атакой они всегда используют Взрывные заклинания Сейдера Нужно подбежать к ним И вывести их Из боя Либо постараться Уклониться от взрыва Очень интересно Что ты описываешь Конечно очевидные вещи Но я думаю что мы уже Это дело все Тацельвром Если Бросит товар Подкрешит цель Поможет Выскочить на поверхность Тацельвром Который взрывается в землю Он ненадолго Ненадолго Становится уязвим Для атак Ну хорошо Хорошо Так Вот сейчас надо Нам Вот эту вот штучку Заморозить Дабы подкрасться Не подкрасться А пройти Ядовитые там Эти испарения Чтобы Возможно Обнаружить там Интересный какой-нибудь Сундучок Так Кувшинчики Ладно попозже Поломаем Да сейчас у нас будет Небольшой осмотр территории А сундучок Здесь действительно есть И Я очень надеюсь Что он весьма полезен Свартерхеймская сталь Одна всего лишь Была найдена мною Хорошо Так Надо Поглядывать тоже на деревья Потому что Тут еще есть и запечатанный сундук Кстати говоря Возможно Возможно Мы сейчас Соберем Еще одну полоску Жизни В принципе Было бы неплохо Это все дело Нам сейчас Скажем так Улучшить максимально Так вот Еще одна короче Давайте к отсюда Сейчас Пока есть возможность Подморозим Подморозим И вот еще Один сундук Нет Что А Там и там Просмотры в меню Ой не Что-то какие-то совсем Дешманские Может их продать Как-нибудь потом Может быть Хотя Сомневаюсь Очень сильно Так Рубленное серебро Около трупа Так А вот здесь Кстати говоря Да Одна из Марок этих Печатей Для того чтобы открыть Сундучок с тремя Символами Синенькими Поэтому Ну Сейчас сперва Давайте-ка мы здесь осмотрим Вообще Что здесь есть Мне показалось Что не все Здесь Окинул своим взором Поэтому Сейчас Вот Эту Подмораживаем Проходим дальше Можно это делать Даже прогулочным шагом Так Ой Здесь что-то меня стремает Это кто-то шипит Подозрительно Вот еще какая-то Видите Красные Какие-то Я не знаю что это такое Камеры Красные Которые я так думаю Запечатывают Этот сундук Какими-то ветвями Так Так Рубленого серебришка Из кувшинчиков Ой-ой-ой-ой-ой Стоп Подождите-ка А мы что сейчас пока не сможем его открыть что-ли Жалько 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 Да А здесь наверху ничего нигде нету Нет Нет Наверху ничего нигде нету К сожалению Не ведерок А просто мы сейчас не сможем заморозить Да видите у нее там какие-то тоже корни Я так понимаю эти корни уйдут когда мы этот красный камыш разобьем в будущем Ну ладно вернемся сюда попозже Посмотрим Так Тут у нас Вот надо сейчас очень внимательно оглядывать Потому что видите тут сколько всего на деревьях висит Всякие повешенные трубцы висят Может быть какой-то ведерко найдется сейчас С серебришком Сейчас все внимательно будем это делаем Или цезреть друзья мои обязательно Так вон еще трупы висят Посмотрите-ка При этом при всем кстати проморгать вполне себе легко Можно потому что как-то так все Немножко Замыленным глазом когда разглядываешь Все это великолепие Так вот видите я ведро Ведро я заметил Да Ну не попадай в него нифига Я же меткий Ну господи я же там по веревке срезаю Что ж такое-то Хе-хе-хе Эта веревка для него тоже оказалась Прозрачный какой-то Сквозь который проходит топор Интересно Так здесь у нас что Труп какой-то А вот собственно сам сундучок Запаянный Да Вот одна из меток здесь Видите здесь надо еще метки сейчас эти выставить В правильную позицию Так вот одна из них Но они здесь видите не на время Их можно Эти метки выставить Спокойно Главное запомнить их Расположение Главное Символы запомнить Ну господи как такая Так это у нас уже есть А вот этой по моему нету Так и последняя осталась В каком порядке Правда это надо делать Я не очень понял Так А здесь надо два раза тоже Давайте посмотрим Получились или нет Так это обратная буква Б Такая получается Своего рода да Ну посмотрим Открылся не открылся Да открылся Чудеса 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 небывальщина Отлично Ну что здоровья 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 Давайте здоровья нам Пожалуйста здоровья Нет Рок ярости Меда крови Короче Ну ярость тоже неплохо Улучшать Чем дольше не сможем пребывать Тем дольше сможем Наносить урон И вообще в принципе выживать В будущем Это полезно Атрей решил у костра присесть Видимо что-то хочется О чем-то подумать Так И опять у нас здесь Труп ее Труп ее висит Так вон я вижу ведерк Слева Да 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 Вот она Ведь я вот На него вроде смотрел Но за веточку Видать не заметил Хорошо А вот еще тут валяется труп И у него тоже рубльное серебро Итого 760 Неплохо Все эти ресурсы конечно же нам пригодятся Поэтому нельзя пренебрегать с их сбором Ни в коем случае Так Ну вроде бы все Мы здесь осмотрели Там еще по-моему Здесь сюда наверху еще один сундучок есть А вот смотрите-ка нашелся Тут еще дружок Один сидит А что у него здесь Тоже рубленое серебро Я все надеюсь Может какую-нибудь маску найти Вот эти трупы которые повешенные Висят с них к сожалению Ничего не падает Я уже проверял Увы ях А трупы которые на воде кстати валяются Когда мы плаваем Если по ним проплыть То что-то с них можно Выгревьте Рубленое серебро Сундучок открыли Простенький Наверху А во Здесь короче стенка Здесь уже собственно проход дальше Нам по сюжету Ну вроде мы мы с вами все Собрали все что можно здесь Приближаемся Но нам еще немножечко предстоит здесь похлопотать Дружок Вот для начала Заморозить этот Ох ты Это швельва Блин С ней будет сейчас тяжко здесь Иметь удовольствие Потому что видите здесь эти ядовитые Зоны Она то себя в них нормально чувствует А мы себя не очень Она куда то делась Ну и где она есть подруга Ты Собираешься к нам вообще На огонек то Хотелось бы с тобой побеседовать Нет что то я ее не вижу Стоп давайте вернемся Вот в это еще место проверим Здесь Чтобы потом не возвращаться лишний раз Хотя я там уже тоже вижу корешки Которые Мы сейчас не сможем Открыть Открыть А может быть этого и не надо вообще Так Вот здесь валяется дружок Так К сундуку Нам преграждают путь Отрава Давайте-ка ее Подоморозим Сможет он его открыть Такратис Атрей не стой блин В этой ядовитой хрени Броня для рук Ну наверное тоже какой-то говнище Ну да Ухудшает Наши браслеты Так Талисман средоточения жизни Прелесть здоровья В принципе можно Аааа Нифига Смотрите-ка Решительные защиты Как-то лучше На наши характеристики Оказывает влияние Поэтому не будем Пренебрегать Ими пока оставим Это лечилка Она в принципе лечилок Пока более-менее хватает Нам с врагов Сыпется неплохо Если их убивать так Последовательно Аккуратно И вообще в принципе Если поаккуратнее сражаться То можно Вполне Даже на этом уровне Сложить Комфортно себя чувствовать Так Вообще можно Нам уже что-то улучшить Ну вот например Кстати ярость Всего 500 стоит Обычная атака И блин 4500 Улучшенная Которая с прыжка Но оно того стоит Оно дороговато Но зато Мы с вами друзья мои Теперь сможем Просто всех разносить В клочья И еще Улучшить нам Полоску Самую раги Чтобы она подольше Так Стоп Ну что Идем на встречу С вельвой Посмотрим Что она из себя Хотя что мы ее не так знаем Она меня бесила Я с ней Когда первый раз встретился Вообще не понимал Что может с ней сделать А сейчас уже понятно Сейчас главное Почаще блок держать И иногда даже если В последний момент Выбор машины Спарировать ее атаки Ядовитыми этими Которые она по земле пускает То можно и Обраточку Схлопотнуть Так стоп Я здесь все Проверил Посмотреть Такое ощущение было Что я сундук Какой-то пропустил Но это не сундук Это лечилка Лечилка нам пока что Без надобности Поэтому Возвращаем топор Кидаем его В овощелудные Факеры Не знаю что это такое Как это называется Чанок Горящие С травой Так вот Еще у нас Наверное Рубленное серебро Так а вот Уже поляна Которая ничего Хорошего В принципе Не А вот и верево Нам с ничего Без топора Придется вручную Дрожаться Ладно Я ее против Рага Насочнее Дольше Может быть нам Удастся ее разорвать Как нибудь Как нибудь Как нибудь Финишинг Хотя у нее рага Потом сбрасывать Если они память не изменяет Айашечки Яйяй Больно Ладно Видите она еще Кликой своей Иногда умудряется По нам Провести По мордасам Ну-ка Иди-ка сюда Блин я боюсь Не подходить то Витя Крабц Выхватывает От этой штучки С топором Ну конечно пободрее Сражаться Вот 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 Я про это говорил Ведь она по земле Пускай Давайте подлечемся Оп Увернулись Ну давай Вытягивайся сюда На просторку Оперативную Что ты там Посмотрите Она в этой ядовитой Ай Я ее еще промахиваю Привет сейчас Тушить эту фигню Ай-яй-яй-яй-яй Увернулся бы Удачно Ой Кстати О На нее еще напрыгивать Он играется О Что получила По красоте Какая Ну иди-ка сюда Аккуратно Обороняемся И Давай 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 Ай Хорошо все Отлично Победили Да Слушайте Ну это действительно серьезный враг Особенно когда Она в куче Народу еще Лишнего Пребывает Ее заразный порошок Остается опасным Даже после того как осядет на землю Если папа на него наступит То порошок ранит И отравит его Вот какая информация Она собственно Здесь Ожидала Благодаря Атреевским записям Ну хорошо Не повторюсь я не знаю Как в дальнейшем эти веревы будут встречаться Нам Будут Не будут Скорее всего будут Мы сюда еще будем возвращаться Да и в других возможно мирах Они нам встретятся Но Так или иначе Пока что это один из самых неприятных Как по-моему врагов Которые Вот Заставляют постоянно потеть Чтобы с ними сразиться Так А здесь у нас Тайная комната Найдена еще одна Но не открыта То есть в мире есть семь заперных дверей Так А два Слушайте а мы В одном мире только побывали А уже А уже нашли две Из семи Так Ну ладно хорошо Карта обновлена Но карта нам Пока что не пригодится По карте Повторюсь по этой Как по мне Очень сложно ориентироваться Поэтому лучше О Вот посмотрите ведро А я так вот бегаю Здесь себе Чуть не пропустил Ну да ладно Так Давайте Запай я прям эту Гадость Так Вроде оттуда мы пришли И Проверили все Сейчас так еще контрольным взглядом Я посмотрю На Предмет Висящих Ведерок Вдруг Что то есть Но увы и ах Продолжаем наш путь Так Здесь у нас Наверху аж она висит И источает сверху Прям нам на голову Так Лечиться слава богу мне не надо Ну а сейчас Друзья мои Надо подготовиться Вельми булки сжать Потому что сейчас Ожидает нас очень интересная Схватка Немножечко так забегу вперед Весьма сложная Ну для кого то может оказаться Я сказал Не Я сказал Почему Она Скажет мне Что то Что то Я просто Скажет Я провела больше времени с ней Ты выжил Это Вам помогает Стараться Да Трей Прекращай Разговаривать Нас ожидают враги Одного мы сразу разорвали просто клочью От этой От взрывной бочки А волки просто замерзли От наших атак И Хать Собственно все Да Даже не успели очухаться А уже Без теории обновлено Добавлена новая запись Давайте ее тоже прочтем Мы видели много свиребых волков Но эти на них не похожи Видимо они больные Эти волки плюются ядом В которые лучше не наступать И дерутся намного яростнее Даже бешеных зверей Наверное им очень плохо Убивая их мы прекращаем их мучения Да До этого нам волки обычные попадались А эти вот теперь еще и плеваться могут Да Хорошо Так Собственно Как вы можете догадаться Это плато Которое сейчас Здесь вы видите Оно Ничего хорошего Не предвещает Давайте пройдемся К этим гигантским воротам Какой-то гномия явно Сооружение Обратите внимание Какие своды Каменные Так тесать камень Только гномы умеют Во всех мифологиях И фэнтезийных историях Давайте валунчик этот отодвинем Бабааааааааа Вот тебе и на На каком-то на троллями языке Что-то проговорил непонятно Посмотрите Как рад себе В пасть руку заснули Ну и харя Слушайте какой Красиво как нарисовали Этого тролля Свирепая харя Что это все что ли Что там еще такое А мелкие 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 фигня Ща разберемся Ну это было бы слишком просто Сражаться только с мелкими Эта рептилия еще живая Эта рептилия еще живая И так просто она явно Сдаваться не хочет Так ладно В этот момент Лучше отскочить от него В открытую конфронтацию Не впускаться И Ай А как ты сквозь него проскочил Ой какое свинство Но Так или иначе Красиво Сейчас так вот Бах Вышибаем Дур Кратос Куда ты поскакал А Не очень удачно У меня получилось Воспользоваться Яростью своей Ну Ой 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 О Слушайте хорошо Он по своим попадает Ну ка подпрыгнули друзья мои Ой 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 Я опять что-то поторопился Мне здесь он Ясен хрену вернется Слишком долго я это все дело О блин Опять пришел Ну конечно За спиной Такого Камадрилу держать И Не понимать что он может Сзади просто на тебя Свалиться И Своим здоровенным На этого На крока похож Из бэтмена Ну че давай сразимся Теперь только ты остался Кружок Твоих Раскидали мы Всех Немножко я Выхватил опять Но Дал провести он Руническую атаку Немножко конечно неотесанно Я с ним дерусь И Опять Выхватываю Но слава богу Не сильно Кличелок кстати валяется полно Поэтому В принципе Раз Два Три И Вот такая вот атака Ой А он уже все Он уже созрел Иди-ка сюда дружок По черепушечке на Ой Слушайте реально как на бэтмене В бэтмене можно с ним прокатиться И по соплям ему так еще Ха Смотрите как он красиво Ой Вот это эффектно Вы посмотрите Просто все Просто порвали пасть человеку Ну не человеку А тролля Так еще один остался Стружок последний Он Слава богу не жилец Если чатры еще Вот варят Слушайте мне прям все больше и больше Игрушки начинают нравиться Какие тут камбухи Можно крутые проводить Фух Можно выдохнуть Это была крутая Сейчас битва Как он его пасть растеребонькал В своей манере Разбойник Сейдер умеют залечивать раны Атаковав одного из них Лучше добить его Побыстрее Так Которые все Об умениях вещают Давайте сейчас быстренько Соберем все книжки Так Еще одна новая запись Добавлена Наверное про тролли Огры Это не тролли Огры Огромные сильные злы Но к счастью не слишком умные Огры одни из самых родливых существ Которыми нам довелось драться Своими длинными руками Они могут Атаковать издалека А еще бить по земле И вызывать мощную Ударную волну Слушайте ну круто Круто Мне очень понравилось В принципе не такой сложный босс Но Все портили Миньончики Его легендарный предмет Замерзшее пламя Сверх естественный материал Сочетающий Пламенную ярость И ледяную Закалку Возникает В местах великих битв Используется для улучшения Короче что то там Для левиафана Пробуждение левиафана С помощью замерзшего пламени Можно улучшить левиафана Если мы найдем такое пламя Надо будет Отнести его в лавку Чтобы гномы сделали Топор еще сильнее Так А у меня Одно из пяти Только улучшения Есть Хорошо Так Это какая-то руна Чтобы повысить силу Рун На три Силу и силу рун Так Ну это улучшение Тоже у гнома Будет нам возможно Сделать рубленого серебра Немножко Всего две восемьсот Так Подлечиться бы мне не мешало И давайте сейчас эти все Оп Да 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 Порубим О смотрите Кличилочка есть Кувшинчики с сундучками С ящичками поломаем Быстренько оглядимся Отсюда мы пришли Спускаться вниз Нам не обязательно Огр Это же Огр который Шрек Шрек На Шрек Он явно не похож Но все равно Очень круто они его нарисовали Такая рептилия Ой Ведерко А я его по-моему проморгал Ведерко А может и нет А может и да Скорее всего проморгал Вроде забавно Так осмотришь все Всю верхотуру Попыришься Поглазеешь Вроде думается что ничего не пропустил А нет Однако оказывается что Можно что-то Проморгать Традиционно В моем стиле Такс Ну вот это вот Кстати Ух смотрите какие трупаки валяются Обледенелые Ну давайте же по инерции Должен был уже Обрывать Этот чан С огнивым Ой Тут еще один есть сундучок Дождемся пока догорит А то Рад скорее всего урон получит Так Оп Хорошо Что у нас тут Еще одно улучшение Для нагрудной брони Тоже ничего интересного К сожалению Восстановление дает Блин еще так выглядит Как я не знаю Как трико какой-то Не Кратос такое говно Одевать не будет Он же не Вася Он Кратос Бог Войны God of War Так Еще один взрываем И еще один взрываем Так Благодаря тому взрыву Сейчас уничтожается Зеленое пламя это А второе мы можем Заморозить Что Чтобы открыть сундучок В котором Какой-то весьма необычный Сундучок В котором наверняка Что-то полезное Содержится Так Это какая-то Бросок белого медведя Слабая руническая атака Стремительный рывок Последующим ударом Во время рывка Кратос Защищен Ну что-то не впечатляет меня это Фух Не Лучше оставить Да Вот эту оставляем И наш Тут Касание Хель Нет Касание Хель Нафиг не надо А Мы сейчас не можем Посмотрите Она у нас Одета Ну в прыжке Когда он Двух об землю Так красиво раскалывает Во-первых смотрится эффектно Не улучшить Я думаю Весьма и весьма Такой будет Весомый аргумент В борьбе с врагами Потому Давайте-ка Небудь Ой-ой-ой-ой-ой-ой Поторопилась я что-то Немножечко Травонос Так так А здесь же вроде были Лечилки туда Да Лечилки Есть Хорошо А вот ведерко конечно Я вот по ходу то и не заметил Друзья мои Но ничего страшного Может быть Следующей серии А может быть, вообще, в следующий раз, когда сюда вернемся, я это дело все собью. А сейчас я хочу с вами попрощаться. Я очень надеюсь, что вам все понравилось. Тыкните большой пальчик вверх и подпишитесь на канал. Друзья мои, до новых волнующих встреч. С вами был Фолиот. Всем большое пока. Субтитры создавал DimaTorzok